МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Михайлович, здравствуйте. Предлагаю начать с одной из главных тем, которая так или иначе волнует каждого из нас. Специальные военные операции на Украине. Мы подготовили видеоматериал о том, как проходила призывная кампания в нашем округе. Давайте посмотрим и продолжим. Частичную мобилизацию президент России объявил 21 сентября. С этого дня Люберецкий военкомат начал работу в усиленном режиме. Сюда стали приходить граждане, которые получили повестку. И те, кто добровольно готов защищать свою страну. Но боевой настрой у всех одинаковый. Служил по контракту 6 лет. Знаю, что все будет нормально. Все хорошо будет. Жена переживает немножко. Это слезы радости. Мы верим, что все будет хорошо. Администрация городского округа спланировала мероприятие по поставке всего необходимого на первый случай прибытия на пункт приема личного состава. Это вещевые мешки, оборудованные спальниками. Подстилочки теплые. Это медицинские аптечки, которые необходимы. Сухой паек. Не остались в стороне и люберецкие предприниматели. Приобрели рюкзаки, спальные мешки, коврики и лекарства. А компания, которая разрабатывает и производит тактическое снаряжение для бойцов, увеличила объемы производства. Жители городского округа, в свою очередь, оказали поддержку моральную. Сразу после объявления мобилизации в Люберцах стартовала акция «Бабушкины пирожки». Старшее поколение, они взяли инициативу на себя. Сами пекут пирожки, раздают. Пришли именно поднять моральный дух наших бойцов. Мы, конечно, зная, что ребята, ну, как сыновья всегда, и покушать хотят, и вкусненько как-то. И вот решили им в дорогу напечь пирогов, сладостей там. Поддержка близких, друзей и земляков укрепила боевой настрой каждого, кого призвала Родина. Действительно, на передовой сейчас много люберчан. Расскажите, пожалуйста, какая помощь оказывается всеми мобилизованных? Да, мы направили наших мобилизованных граждан для боевого слаживания на те центры, которые были определены. Каждого призванного мы экипировали. Обязательно каждому предоставляли спальный мешок, туристический коврик, так называемый. Это очень легкое, удобное спортивное сооружение, которое можно положить на бетон, можно остановиться, присесть. Это, с одной стороны, простейший такой материал, но очень технологичный и очень хорошие отзывы. Мы обязательно всем ребятам предоставили сухпоек, потому что с момента отправки, до момента принятия на пункте приема проходит определенный период времени. И пока со стороны Министерства обороны не приняли нашего мобилизованного гражданина, вот этот период, чтобы не был дискомфортный, чтобы было питание, горячее питание. Поэтому мы всем необходимым снарядили наших ребят. Но самое главное, что на этом мы не остановились и ни в коем случае не собираемся останавливаться. У нас налажена работа по сбору информации, поступающей от родственников, от жен, от матерей, от родных и близких, которые состоят у нас в группах. И мы продолжаем направлять нашу помощь, которую собираем, гуманитарную помощь, либо индивидуальную, и направляем в те места, где ребята находятся. А в каком формате проходит это общение с семьями призывников? Как часто проходят эти встречи? Где они проходят? Какие вопросы обсуждаются? Ну, информацию мы получаем из разных каналов, скажем так. Первое, что мы сделали, и это дало очень хороший эффект, это включение в группу, в которой находятся абсолютно все родственники. Они обмениваются информацией. Эта информация поступает к нам, мы видим, мы подключены к ней. И, соответственно, все необходимое, что требуется для наших мобилизованных ребят, мы направляем. Самое главное, мы сделали центр помощи мобилизованным семьям. Он находится в почтовом отделении в третьем. Это гарнизон, дом офицеров, специальное оборудование помещения, которое функционирует уже второй месяц. И каждый желающий прийти туда, оказать какую-то помощь, поддержку, гуманитарную помощь человек принес, хочет оставить, он ее оставляет именно в этом центре. Туда приходят и обращаются также семьи мобилизованных по абсолютно разным вопросам, которые возникают. Это и психологическая помощь, это и помощь с точки зрения информационной, юридической. Самое главное, помощь и в бытовом плане, потому что мы не должны оставить ни одну семью. Мы отрабатываем все предложения, жалобы, вопросы, которые возникают. Их поступило, кстати, уже более 600 именно только в центр. Каждое обращение, каждое предложение у нас отработано. Поэтому у нас связь достаточно эффективно налажена. И те ребята, которые находятся там, они понимают, что если им что-то нужно, мы в любом случае доставим. Это индивидуальные приборы гигиены, это лекарства, это какие-то технические средства. Поэтому мы наладили эту работу очень качественно. Много людей приходят на такие встречи? На такие встречи, те, которые проходят с семьями, да, конечно, мы приглашаем. И у нас получается, вот у меня лично, раз в неделю встретиться с семьями, как раз-таки в формате открытого разговора. Спрашиваем, очень активно обсуждают. Дошла помощь? Дошла, но не учли, забыли, либо не нашли какой-то предмет, необходимо еще раз доставить. У нас машины уезжают, наши машины грузовые. Это формат «Газели», уезжают один-два раза в неделю. Наши сотрудники находятся в постоянном таком движении. Прикрепленный сотрудник едет с этой машиной, находится там в части, общается и с ребятами, те, кто призваны, и с командиром части. После этого собирает те необходимые заявки, которые нужны. И следующая машина уже везет то, что просили именно призывники. Этот процесс его останавливать нельзя. Помимо продуктов питания, помимо лекарств, помимо всего необходимого, мы направляем туда и технические средства. Это и генераторы, это и бензопилы, это топоры. Это абсолютно разные именно технические, инженерные виды инструментов, которые пригодятся абсолютно точно. И также, пока мы находимся на телевидении, хотел воспользоваться случаем и поблагодарить наших предпринимателей, которые на этой неделе еще дополнительно передали коптеры. Коптеры – это очень дорогостоящее оборудование, его сейчас крайне мало. И ряд руководителей наших заводов, предприятий собрали средства и направили пять коптеров как раз-таки в помощь нашим ребятам. За что огромное спасибо. И также дети включены в эту работу. В школах мы провели такую акцию, организовали работу по передаче рисунков детских. И вот это самое эмоциональное, что можно было получить обратно, и такой позитивный отклик от наших мобилизованных ребят, как раз таки им было приятно. Это кусочек дома. Кто-то получил от своего ребенка, кто-то просто получил красивый рисунок. Это очень важно. Наша связь между нашими бойцами. Но знаю, что в школах и проходил сбор гуманитарной помощи. В школах также проходил сбор. В течение недели мы проводили. У нас также дополнительно пункты оборудованы по всему городскому округу. Это 13 пунктов дополнительно. Это и сетевые магазины, и места определенные. Это и административные здания. Они все находятся. Можно по своему адресу посмотреть. Ближайший пункт нахождения – это на сайте администрации. Поэтому коммуникации все, какие необходимы, у нас налажены. И самое главное, что это не единая разовая акция. То есть объявили, пришли, и после этого поток прекратился. Очень приятно, что наши жители очень активно несут, помощь оказывают. И это такое единение. Действительно приятно, что никого равнодушных абсолютно точно среди наших жителей нет. Есть взаимосвязь. Помощь чувствуют и призывники, и их семьи, и их родственники. Да, конечно. А я напомню, что вы смотрите программу «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Звоните нам. Наша линия открыта для ваших звонков. В гостях у нас глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Предлагаю перейти к теме безопасности. По территории городского округа нашего проходит железная дорога Казанского направления. По сути, это одна из самых загруженных и активных магистралей. Тем не менее, люберчане, рискуя жизнями, пересекают, перебегают железнодорожные пути. Расскажите, пожалуйста, какая работа в округе проводится по ликвидации так называемых опасных троп? Да, вы абсолютно правы. Места травматизма, они определены. Это так называемые народные тропы. И очень удобно перейти с одной стороны железной дороги на другую, так как город рассечен фактически на две части. И порой для того, чтобы из точки А в точку Б попасть на противоположной стороне на машине или на общественном транспорте, нужно потратить час пик порядка 50 минут, может быть, даже часа. Все зависит от загруженности дорог. И перейдя железнодорожный путь, огромное количество времени экономится. Но со временем бдительность человека, который постоянно ходит с одной стороны на другой, теряется. И, конечно же, случаи травматизма, случаи, к сожалению, смертности на этих местах были. И в этом году такие же случаи происходили. Люди надевают купюшон, либо вставляют наушники и не слышат тот локомотив, который несется по железной дороге, к сожалению. Поэтому наша задача, первое, это предупредить людей, чтобы не переходили в опасных местах. Второе, у нас основная работа проводится по ликвидации таких мест опасных, аварийных. Мы ежедневно проводим работы по перекрытию, либо завариваем, либо устанавливаем дополнительные блоки. Но, к сожалению, наши граждане снова ломают, проходят. Потому что, еще раз повторяюсь, это очень удобно. Мы обратились к губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву с просьбой о том, что есть у нас основное место перехода среди, скажем так, четырех таких массовых мест от перегона Ухтомска и Люберца-1. Самое основное, это ближе к станции Ухтомска, это улица Новая и Михельсона. С обратной стороны, как раз-таки напротив ГСК, где огромный поток населения, который еще и увеличивается из-за того, что новая идет застройка, заселяются дома. Дома очень большие и количество людей увеличивается. Мы обратились с правительством Московской области, нас поддержал губернатор. И на данный момент нам выделены средства порядка 300 миллионов рублей на строительство пешеходного перехода. Впервые такой объект будет реализован очень современный надземный переход. Это металлоконструкция протяженностью 86 метров, единая монолитная. Она будет вся сконструирована и установлена стекла. Это будет светлый, красивый объект такой архитектурный. С двух сторон будут монолитные опоры установлены. То есть это полноценное здание, в котором внутри будут установлены лифты для того, чтобы наши граждане и маломобильные группы населения могли также спокойно проходить, подниматься на лифте и переходить на ту сторону. То есть это объект, который позволит полностью перекрыть в этой части города этот опасный участок. И я надеюсь, что ни одного больше травмированного, либо погибшего нашего жителя не будет. В дальнейшем мы, конечно же, будем также продолжать работу. И такие пешеходные переходы будем обращаться, чтобы появлялись на территории нашего округа. Срок строительства изначально был до конца года, 23-го года. Контракт будет заключен на его строительство 25 ноября, то есть буквально через два дня. Но мы проработали сроки сокращения строительства. Я уже сейчас могу сказать, что в следующем летом этот объект будет введен. И первые наши жители пойдут по нему уже в летний период. Поэтому объект будет реализован. В продолжении темы я предлагаю посмотреть сюжет о том, как проводятся рейды по ликвидации так называемых опасных труп на железных дорогах. Рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры волонтёры, сотрудники пассажирской инспекции и транспортной полиции проводят каждый день. В первую очередь выявляют любителей сократить путь по так называемым народным тропам. Только с начала года в городском округе Люберцы на железнодорожных путях погибли 17 человек. Жертв могло быть ещё больше. Постоянно ликвидируем несанкционированный проход. Некоторые дни до четырёх раз в день приходилось восстанавливать ограждение. Сейчас выходит так, что мы добились того, что хотели. То есть транзитный проход прекратился, граждане ломать ограждение прекратили. Нарушителей стало меньше и среди безбилетных пассажиров, которые минуя турникеты спрыгивают с перона, несмотря на идущий навстречу поезд. Добиться этого удалось благодаря профилактическим беседам, которые проводят волонтёры с пассажирами на платформах. Волонтёры предупреждают граждан о безопасности нахождения на железнодорожных путях. Меньше случаев травматизма в связи с этим. Воспользоваться народной тропой или дойти до специализированного перехода всё чаще люберчане склоняются ко второму безопасному варианту. Особенно сейчас, когда световой день стал намного короче. Наш прямой эфир продолжается. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Владимир Михайлович, у нас проблема. Я живу в городе Люберцын на улице Коммунистическое, дом 18. Мучаюсь транзитный проезд мимо нашего дома. Машина постоянно ездит. Домой попасть невыносимо. Иногда по полчаса стоишь, чтобы доехать до дома до своего подъезда. Можно как-то решить этот вопрос? Спасибо. Спасибо, Наталья, за вопрос. Конечно же, мы с нашей службой управления дорожного хозяйства посмотрим, что можно сделать по этому адресу. Но Люберцы являются городом транзитным. И, конечно, это наш и плюс. Но где-то для жителей это и огромный минус. Потому что машин, конечно же, на дорогах очень много. Их от года к году все больше и больше. И, конечно, нужно находить пути решения отвода, сокращения проезда мимо окон наших жителей. Где это возможно сделать, такие технические решения в будущем проектировании можно реализовывать. Если дорога проходит и никакой альтернативы нет, ее перенести, конечно же, здесь мы обманывать никого не будем. Ничего не сделаем. По этому адресу еще раз поручено будет поработать вопрос Сорокину Александру Евгеньевичу, заместителю дорожного хозяйства. И все, что возможно сделать, мы сделаем. Я напомню, телефоны прямого эфира 8498-642-1950. 8498-642-1952. В гостях у нас глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Продолжая тему безопасности, не так давно Люберцы вошли в пилотный проект по установке камер видеонаблюдения в МКД с распознаванием лиц. Все они подключены, насколько я знаю, к единой окружной системе «Безопасный регион». Расскажите, пожалуйста, где в первую очередь они были установлены? Мы вошли в пилотный проект. Фактически два или три городских округа оказались в этой программе. Мы как раз таки в числе первых. Это очень приятно, что нас поддержали и правительство Московской области, также губернатор ставит задачу, чтобы все территории были перекрыты видеонаблюдением. Видеонаблюдение должно быть качественное. То есть это видеокамера, которая распознает лицо. Это очень современный технический интегральный объект. И у нас установлено порядка 7700 камер на территории всего округа. Благодаря вот этому проекту 3200 камер были установлены на абсолютно разных инженерных сооружениях, в городских улицах, в подъездах. И эта работа не остановится. Конечно же, в следующем году мы будем также привлекать дополнительные средства, чтобы периметр города был закрыт. Это всегда безопасность. Заходит человек в подъезд, особенно женщина или ребенок. Сзади заходят такие случаи уже были и преступники. Отнимают сумку, либо какое-то другое правонарушение. И если эта камера была установлена, условно говоря, 10 лет назад, либо еще в долгосрочный период, мы порой не могли разобрать ни лицо толком. Есть силуэт человека, и преступника невозможно поймать. Сейчас камеры как раз-таки технические требования и техзадания включают в себя распознавание лица. То есть это абсолютно четко будет зафиксировано правонарушение. Этот преступник будет распознан. И, конечно, правоохранительные органы, им гораздо легче уже проводить мероприятия, связанные с пресечением такого правонарушения. И таких случаев уже много. Действительно, с точки зрения безопасности, наш город становится более на ступеньку безопаснее, комфортнее, удобнее. Поэтому работу эту мы проводим. И огромное спасибо за поддержку именно областного правительства и внесение нас в эту программу. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Пулатова. И я жительница 1-й Панковский, дом 1, корпус 2. Владимир Михайлович, у меня вопрос такой по поводу стройки. Запрошенная стройка у нас около нашего двора. У нас двор из четырех корпусов. Мы недавно здесь были. Стройка заморожена в 2016 году. Очень печально, что это здание в ненужном. Его разворовывают, стекла выбитые, двери срезаны. Я как-то встретилась с хозяином. Он сказал, что из три у него все разворовали, систему отопления срезали. Каждый год падает забор у этой стройки. А эта стройка находится прямо в торце нашего дома. Вот я дома один год. Я пишу обращение, поскольку я с финансовета дома. Пишу обращение в администрацию. Получаю ответы, что будет суд. Но там с 2020 года ничего. Никуда мы не движемся. И чтобы судьба этого здания была решена, я думаю, что и наши жители тоже хотели бы учить на этом месте нужное обществу здание, чтобы оно было применено для удобства жителей города. А вот прошу у вас обратить внимание на эту проблему, оказать содействие. Понятно ли моя тема? Спасибо. Я знаю это здание. И действительно, работа с точки зрения администрации ведется по привлечению к ответственности этого собственника. Но нужно дождаться решения суда. Мы однозначно не бросим этот объект. Дополнительно в ближайшее время я соберу всю информацию. И если оставите свой контакт, у нас есть связь с заявителем, кто звонил. Мы, конечно, эту информацию передадим. Что будет, в какие сроки, чтобы было понимание. Телефоны нашей студии 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Наша линия открыта. Владимир Михайлович, в Люберцах к радости горожан началась реконструкция старейшего стадиона «Торпеда». Первый футбольный матч, если я не ошибаюсь, прошел 100 лет назад. Расскажите, пожалуйста, какие работы ведутся сейчас на объекте? Что уже сделано? Да, это наша история. Это стадион, который видел огромное количество спортсменов. И много можно перечислять. В том числе Лев Яшин, наша легендарная звезда, тоже начинал свою спортивную карьеру, играл в втором составе как раз-таки на этом стадионе. Первый формат стадиона, сам уже построенный, он был в 1965 году. Но вы правы, абсолютно более 100 лет насчитывает сама история, когда первый раз собрались и начали это место использовать как спортивное ядро. Мы вошли в программу. Выделены средства, достаточно серьезные, около полумиллиарда рублей на реализацию этого объекта. На данный момент подрядная организация вышла на объект. Здания, которые стояли старые, уже демонтированы. Идет вывоз всего, что было сломлено. Дальше будут проводиться работы по переносу коммуникаций. И стадион, конечно, будет преображаться. Само ядро стадиона, именно поле, оно находилось к Октябрьскому проспекту по отношению к проспекту перпендикулярно. Сейчас оно будет развернуто вдоль Октябрьского проспекта. Чуть-чуть в глубине будет полностью оборудовано новое футбольное поле, беговые дорожки, зоны для воркаута, для тяжелых тренажеров, чтобы заниматься атлетическими видами спорта. Также будут построены новые трибуны на 3,5 тысячи мест. Также будет построен, самое главное, что физкультурно-оздоровительный комплекс новый. Площадь его будет составлять 2,5 тысячи метров. Он будет двухэтажный, очень интересный, красивый, архитектурно запроектирован. В нем на первом этаже будет универсальное поле футбольное, волейбольное, баскетбольное. Также будет кафе, также будет медицинский пункт. И на втором этаже уже будут кружки, секции абсолютно разноплановые. Это и фитнес, это и тренажерные залы, это и шахматы в том числе, это и борьба, и бокс, то есть все виды спорта. Это позволит нам наш спорт, наших спортсменов, и вообще уровень городского спорта поднять на новую такую планку. Этот объект будет реализован к концу 2024 года, фактически два года будет вести строительство, но по результату будет красивое спортивное ядро. Мы также подошли комплексно к развитию всей этой территории. Как мы понимаем, от Октябрьского проспекта, даже с учетом реконструкции, которая пройдет, первый этап реконструкции включает в себя Октябрьского проспекта. Это от Вечного огня до как раз-таки ДК, до моста. Со строительством новой эстакады первый этап будет реализован в конце 2024 года. И от самого Октябрьского проспекта до ядра нового стадиона будет достаточно большая территория. Ее не было в плане благоустройства. Мы сейчас будем разрабатывать проект, обязательно вынесем его на обсуждение всех жителей, представим концепцию и будем реализовывать его к открытию самого стадиона. То есть в 2024 году мы должны открыть не только стадион, а и красивую территорию, благоустроенную парковую зону как раз от Октябрьского проспекта до стадиона и до железной дороги. Вот эта вся территория должна предстать новой, красивой, современной для жителей. Спортсмены с нетерпением ждут реконструкции. Но к их радости все-таки торпеды – не единственный объект на территории нашего округа. О том, где еще можно провести время с пользой для здоровья, в материале наших корреспондентов, давайте посмотрим сюжет. Даже зимой стадион «Урожай» никогда не пустует. На запасном футбольном поле почти каждый день игры и турниры среди детско-юношеских команд. Даже интереснее, чем летом, потому что мяч пословить тяжелее, принять, выбить интереснее даже как-то. Мне нравится стадион, нравится команда, много друзей. Довольны стадионом и представители старшего поколения. Алексей Зуев занимается здесь настольным теннисом уже четвертый год. В рамках программы «Активное долголетие» тренировки проходят каждый вторник и четверг. Но и на выходных любители этого вида спорта не прочь сыграть с единомышленниками. Эта игра, она чем интересна? Что развивается зрение, лично на себе прочувствовал, потому что мячик туда-сюда летает. Вот, эмоции положительные. И во время игры забываешь обо всем. Стадион «Урожай» готовят и для тех, кто занимается спортом на льду. В ближайшее время на основном футбольном поле начнут заливать каток. Его площадь составит почти 8 тысяч квадратных метров. В настоящий момент занятия на льду как у хоккеистов, так и у фигуристов проходят споркомплекс «Изни», тоже здесь в Томилино. Это ледовая подготовка. А перед тем, как они выйдут на большой лед, который мы в ближайшее время будем готовить традиционно, это один из самых больших катков вообще Московской области, поскольку на территории стадиона проходят игры по хоккею с мячом. Уже к услугам любителей катания на льду каток в парке «Наташинские пруды». Мест для занятий спортом и проведения активного отдыха хватит всем. В городском округе работают все стадионы, кроме «Торпеда», в том числе открытые на базе Люберецких школ. Итак, стадион «Торпеда» на реконструкции, но ведь до начала работы на его запасном поле традиционно зимой заливали ледовую площадку. Получается, жителям южной части города придется ездить на каток в Наташинский парк? Вы абсолютно правы. Мы буквально вчера открывали лед, искусственный лед в Наташинском парке. И это было событие. Огромное количество спортсменов, ребят, молодежи старшего поколения пришло. Это очень востребованное спортивное ядро в течение всего сезона. И в этом году принято решение впервые обустроить вторую такую подобную площадку. Мы будем заливать искусственный лед. Это система так называемых айсматов, которые позволяют при плюсовой даже температуре залить лед. Этот лед будет профессиональный, с специальной машиной хоккейной, которая шлифует этот лед. Будет оборудованы также места проката, теплые места для переодевания. И, конечно же, питание. Обязательно нужно что-то теплое, кофе, какую-то теплую булочку съесть. Это все будет обустроено на улице Звуковой, напротив художественной галереи, рядом с музеем краеведческим, рядом с администрацией. У нас есть территория, которая тем более зимой слабо задействована, летом чуть больше там людей присутствует. Но она как бы находится в самом центре, но не используется. Это там, где установлено сердце. Помимо сердца, там есть еще и деревья молодые, высотой 2-2,5 метра. Мы аккуратно, наши службы вместе с корневой системой, это все демонтируют, отвезут на территорию, где это все будет храниться. Зимой и весной мы это обратно все вернем на место. То есть мы демонтируем все, что будет мешать для установки. После закрытия катка, который будет работать до весны, мы это все вернем. Достаточно сложный проект, получается. Ну, реализуемый. Самое главное, что мы успеем открыть этот лед. И это такой новогодний подарок для люберчан. Мы планируем 25 декабря его открыть. И работать он будет, еще раз повторяюсь, до весны. Это будет место притяжения, такое же, как на Наташинских прудах. Очень востребованное. Я думаю, что доставит радость всем нашим жителям. Жители южной части города останутся довольны. Еще и с севера тоже приедут посмотреть на новые каток. Могут приехать даже из соседних городов. Там и Москва недалеко, и наши соседи другие города. Владимир Михайлович, в этом году люберцы отметили 399-й день рождения. В следующем году юбилей 400. Удивительная дата. Расскажите, пожалуйста, уже началась подготовка. Что сделано в преддверии юбилея? Знаете, это очень серьезное событие. Мало кто в Люберцах вообще знает, что городу исполняется 400 лет. Многие думают, особенно у нас много новостроек. Люди приезжают о городе, читали какой-то минимум, наверное, в интернете, либо откуда-то еще информацию получают. Многие думают, что город начал развиваться фактически только в советское время. Нет. У города очень большая история. На нашей территории работали уникальные и работают предприятия. Но ряд предприятий уже перестроенные, какие-то модернизированные, открываются новые. У нас огромное количество личностей в истории нашего государства жило, работало, трудилось, отдыхало на территории. И мы сейчас, конечно же, готовим активно с нашей рабочей группой, которая уже сформирована, первые шаги для тех мероприятий, которые будут реализованы в 2023 году. Конечно же, день города, он будет таким днем рождения городским, но мы должны работать не ради одного дня в году, а ради того, чтобы максимальное количество наших земляков узнало о городе побольше. Мы подготовим исторический документ, книгу, справки. Мы разработаем программы, новые туристические объекты. У нас очень много задумок, которые нам набрасывают сами наши жители, активисты, краеведы. Поэтому мы эту работу начинаем. К Новому году мы дадим старт. И дальше мы расскажем все, что будет сопутствовать этому событию. Поэтому прошу всех включиться в эту активную работу. Будут созданы сайты в ближайшее время, где можно будет выложить любую идею, предложение, которое мы будем стараться вынести на общественный совет. И дальше, если она принимается, ее реализовывать. Поэтому давайте работать вместе, чтобы это событие прошло интересно, знаково для всех нас. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Очень много тем успели обсудить, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами. Я напоминаю, что в прямом эфире мы общались с главой городского округа Владимиром Михайловичем Волковым. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до свидания.